Этой ночью в переживший военный переворот Гвинеи мятежники заявили о планах создать переходное правительство, а при этом что сейчас захваченным в плен президентом Конде ничего не известно. Сегодня о готовности эвакуировать своих сотрудников из республики заявили российские компании. Вы что хотите как в Гвинеи? Жители Гвинеи празднуют на улицах арест президента Альфы Конде. Ранее он изменил конституцию, чтобы, внимание, обнулить свои сроки. Вообще, конечно, поразительно, что в России мы с тоской следим за тем, как они от своих обнулившихся диктаторов избавляются. Ранее были Зимбабве, Гаити и вот теперь Гвинея. Скоро уже аборигены амазонки будут пугать детей. Вы что хотите, чтобы было как в России? Интересно, что сегодня должен был начаться визит министра иностранных дел режима Конде в Москву. На 7 сентября у него были запланированы переговоры с грустной лошадью из российского МИДа. Но теперь выдавать безвозвратный кредит еще и Гвинеи российским пенсионерам пока не придется. Сограждане, социально-экономическое положение страны, дисфункция институтов республики, инструментализация системы правосудия, пренебрежение правами людей, неуважение к демократическим ценностям, постоянная политизация государственного управления, бедность и повальная коррупция привели к тому, что республиканская армия Гвинеи через Национальный комитет сплочения и развития взяла на себя ответственность перед народом Гвинеи. После того, как мы задержали президента, который сейчас с нами, мы решили отменить действующую конституцию, распустить правительство, закрыть сухопутные и воздушные границы. Но есть и те, кто сильно огорчен переворотом в Гвинеи. Это путинский кошелек Дерипаска. Гвинея располагает крупнейшими в мире запасами бокситов, сырья для производства алюминия. А новое руководство может обновить, в кавычках, конечно, взаимоотношения с «русалом». России нужно научиться работать. Переворот в Африканской республике Гвинея многие комментируют, как некое экзотическое политическое событие. Сколько их там переворотов было за последние десятилетия в африканских странах, да, и в той же Гвинеи. И нынешний глава государства, свергнутый воедами Альфа Канде, это же первый гвинейский президент, которого вообще избирали демократическим путем. Да и тот не удержался и устроил себе традиционное для Африки или для России обнуление президентских сроков, когда после двух сроков пребывания на посту президента Канде разрешили избираться на третий, что он благополучно и использовал. Но весьма любопытно, что одним из главных комментаторов военного переворота в Гвинеи оказался вовсе не какой-то там политический обозреватель, а олигарх, российский олигарх Олег Дерипаско, который предупредил, что на рынке алюминия в мире сейчас начнется самая настоящая лихорадка. И Дерипаско знает, о чем говорит, по той простой причине, что еще до конца не ясно, кто же все-таки до вчерашнего дня был реальным руководителем Гвинеи. Канде или все-таки сам Дерипаско, один из крупнейших гвинейских предпринимателей. Это может тоже прозвучать экзотично, но ведь Гвинея это не первая страна, в которой российский алюминиевый олигарх старается усилить свое влияние. И в принципе на третий срок Канде шел при поддержке Российской Федерации. Многие страны цивилизованного мира как раз осудили это его решение обнулить свои президентские сроки и опять избираться. А Российская Федерация тогда поддержала. Более того, политтехнологами, которые работали с командой президента Гвинеи и обеспечивали его переизбрание на третий срок, были политтехнологи, связанные с так называемым кремлевским поваром Пригожиным, замеченным в целом ряде российских политических диверсий от Донбасса до Африки. Как видим, в Гвинеи эти ребята тоже сыграли свою роль. А ведь Пригожин это не только Дерипаско, это еще и Путин. Так что можно сказать, что интересы российского президента и олигархата, как обычно, сошлись в одной из африканских стран. И было совершенно очевидно, что другим игрокам на алюминиевом рынке, как и тем в Гвинеи, кто не очень хотел, чтобы авторитаризм в этой стране после десятилетий правления ее бессменного президента, диктатора и друга Советского Союза Ахмеда Секуторе вновь возобновился, эти интересы совпали. И в результате мы увидели военный переворот. Или, может быть, антиалюминиевый переворот. Как его назвать? Но этот переворот еще раз нам напоминает о том, что интересы Кремля, они отнюдь не только на постсоветском пространстве. Они всюду, где можно дестабилизировать ситуацию и хорошо заработать. Они всюду, где можно поддержать становление авторитаризма. Пока Канде был оппозиционером и демократическим правителем, он россиян не интересовал. Вероятно, потому что его было очень непросто коррумпировать. Но по ходу правления гвинейского президента, когда признаки коррупции все в большей степени определяли его политический стиль, сразу же появились люди Пригожина и Дерипаски. Дерипаски, разумеется, нужны были деньги. А что нужно было людям Пригожиной? Наверное, тоже нужно было, во-первых, заработать. Во-вторых, получить еще одну страну в орбите политического влияния Российской Федерации. А в-третьих, можно сказать, что российское политическое руководство, как известно, зарабатывает не хуже своих олигархов и вместе со своими олигархами. Так Гвинея стала еще одной страной с очевидным российским олигархическим влиянием. Таких стран не так уж и мало. И очевидно, что отнюдь не только в Африке. Стоит напомнить о том влиянии, которым Олег Дерипаска пользовался в Черногории до того момента, пока эта страна не избрала своим курсом евроатлантическую и европейскую интеграцию. И тогда оказалось, что Дерипаска больше не может владеть алюминиевыми предприятиями в этой бывшей Югославской Республике. А Россия при помощи дружественной ей Сербии даже пыталась устроить в Черногории государственный переворот и свергнуть президента этой страны Мила Джукановича. А когда не удалось добиться свержения власти военным путем, пошла путем политическим. Вот сейчас в Черногории у власти коалиция политических сил, где играют достаточно большую роль сторонники особых отношений с Москвой. Это означает, что Дерипаска в Черногории может в какой-нибудь момент опять появиться. Ну, например, если алюминиевый рынок действительно будет лихорадить и ему не повезет со своим имуществом в Гвинеи. Впрочем, очевидно, что всегда, когда мы будем слышать в очередных военных переворотах и нестабильности, нужно искать следы Кремля и следы российских олигархов. Получается, что эти люди не только в собственной стране не могут вести бизнес цивилизованным путем и вынуждены или просто стремятся для своего обогащения устанавливать особые отношения с властью и коррумпировать чиновников, которые сами рады коррумпироваться, потому что, по большому счету, занимают все эти должности только ради того, чтобы становиться объектами коррупции и чтобы олигархи делились с ними прибылями. Такой вот замечательный симбиоз. Ну и в других странах, где появляются российские олигархи, проявляется тот же самый стиль, который, может быть, не очень заметен в странах Запада, где российский олигархат ведет себя осторожнее и где ему просто нужны для поддержания своего престижа футбольные команды или благотворительные фонды. Но там, в странах третьего мира, где не нужно каких-либо особых изысков, российские олигархи действуют так же, как в самой Российской Федерации. И нужно понимать, что как только их финансовые интересы нарушаются, сразу же появляются российские спецслужбы и российское государство. Хорошо помню поцелуй второго президента Украины Леонида Кучмы и Олега Дерипаски на одном из бизнес-форумов. Вот когда я увидел эти объятия, я сразу понял, каков масштаб реального влияния российских олигархов в кучмийской Украине и что будет происходить в стране, если эти олигархи начнут свое влияние терять. И мы все это увидели собственными глазами и после Майдана 2004 года и особенности после Майдана 2013-2014 года. И понятно, что для того, чтобы Украина могла найти с Россией общий язык, она не просто должна согласиться с российской версией истории, отказаться от украинского языка и от европейской и европатической интеграции. Она должна еще и впустить российских олигархов на украинский рынок, вернуть им все те интересы, которые они потеряли. А сейчас, я думаю, российское государство будет помогать российскому олигархату, удержать свои позиции в Гвинеи. Так что я совершенно не удивлюсь, как после этого переворота. В этой стране будет произведен какой-нибудь контрпереворот с восстановлением позиции свергнутого президента или с появлением какого-нибудь нового спасителя нации, который будет называть себя отцом демократии и главной целью которого будет восстановление алюминиевых интересов Дерипаски в этой африканской стране. И так будет всегда, пока российское государство будет оставаться источником коррупции и нестабильности, как видим практически для всего мира. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok